здравствуйте уважаемые зрители коллеги друзья и все остальные кто зашел ко мне на огонек меня зовут роман душкин и у нас в виде шпаргалки про новые цифровые технологии особенно про искусственный интеллект и мы продолжаем изучать коннекционистский подход сегодня я хотел бы вам рассказать про принципиальные ограничения перцептронов давайте так и обозначим давайте сделаем назад красный текст тема принципиальные ограничения перцептронов и так мы уже очень так скажем плотненько изучили перцептроны которые были разработаны фрэнком разенблатом и еще одним ученым по фамилии румельхард забыл что зовут собственно ну давайте изучим какие есть ограничения перцептронов и начнем с того что перцептрон это вычислительная модель то есть это перцептрон вычислительная модель и она тьюринг полный что это значит это значит что на перцептроне можно решить любую задачу которую может решить универсальную машину тюринга помните универсальная машина тюринга если кто не значит такое посмотрите на моем канале соответствующую видео шпаргалку я говорил про это несколько раз рассказывал есть несколько видео снятых проект так вот и про тюринг полноту тоже снимал видео соответственно перцептрон это тюринг полная вычислительная модель но не каждый перцептрон и сам фрэнк разенблат провел исследование и нашел ограничение у трехслойных перцептрон вот три слоя у нас на с слой а слой и r слой между ними какие-то связи воды выход вот у этой вычислительной модели трехслойного перцептрона такого классического перцептрона фрэнк разенблата которые в те года когда разенблат придумал эту модель то есть это был лишь 50-60-е года двадцатого века тогда не хватало вычислительных мощностей чтобы на компьютер чтобы сделать вот эти перцептроны глубокие и разенблат обнаружил два фундаментальных ограничениях у них нет способности к обобщению то есть вот такой перцептрон у него нет способности к обобщению если мы возьмем многослойный перцептрон румельхарта который представляет из себя нейросеть глубокого обучения у него конечно есть способность к обобщению но это вот то что здесь нарисовано это не многослойный перцептрон румельхарта и вот у такого перцептрона нет возможности анализа ситуации путем декомпозит то есть вот такой перцептрон не может декомпозировать наблюдаемую сцену и проанализировать отдельные части которые из которых потом надо сделать какие-то выводы то есть обобщение нет декомпозиции но если мы делаем глубокий перцептрон то есть многослойный перцептрон эти способности у него появляются в 1969 году марвин минский и сеймурт папер писали книгу перцептрон которые тоже показали некоторые фундаментального принципиальные ограничения модели а и показали что принципе это вычислительная модель это параллельная вычислительная модель то есть мне используется массовый параллелизм как у нас в голове в нейронных сетях и тогда теория параллельных вычислений не была так развита и марвин минский и сеймурт паперт несмотря на свои такие мощные способности не смогли оценить вообще всю способность все возможности перцептронов как параллельных вычислительных моделей и делали свои выводы об их ограниченности на основе не совсем корректных не совсем корректного понимания сегодня она немножко более продвинут именно в области параллельных вычислений и нейросети глубокого обучения не расширяют возможности перцептронов но минский паперт придумали такие ограничения в своей книге первое из них это то что несмотря на то что это общее вычислительное общезначимый тюринг полная вычислительная модель некоторые задачи некоторые задачи она решает за большое время и или большую память но это общее свойство различных вычислительных моделей действительно некоторые задачи решаются за неограниченное время или в неограниченном объеме памяти это ну вот такие задачи несмотря на то что они решаются на универсальной машине тюринга для их решения требуется очень большое время там например задача поиска дискретного логарифм или задачи факторизации числа ну вот тут перцептронов тоже есть такие ограничения несмотря на то что это общая вычислительная модель некоторые задачи они решают неэффективно второе ограничение это инвариантное представление ну собственно это вот следствие вот это и минский паперт показали что если у нас есть некий образ например буква а да мы научили перцептрон распознавать его то когда мы покажем вот такой вот образ вот такой образ там смещенный образ относительно того как мы научили распознать перцептрон то есть афинные преобразования делаем поворачиваем смещаем сгибаем там английский скью а по-русски нет затрудняюсь сказать вот перцептрон это не позволяет распознавать но сегодня у нас есть нейросети глубокие нейросети это сверточные нейросети про которые мы конечно будем говорить наших видео шпаргалках и они все это уже умеют и третье ограничение которое придумали минский паперт это то что перцептроны не имеют функционального преимущества национальное преимущество перед аналитическими моделями перед аналитическими методами то есть если у нас есть некий аналитический метод решения какой-то задач то перцептрон тоже может решить эту задачу скажем может не решить из-за вот этого ограничения слишком большое время требуется для решения но функциональных преимуществ перед аналитическими методами у перцептронов нет то есть если перцептрон решает какую-то задачу можно придумать аналитический метод и решение он тоже будет достаточно эффективно его решать собственно вот такие скорее не ограничения но особенности этой вычислительной модели мы сегодня изучили и это надо всегда принимать во внимание когда мы строим какую-то модель в области науки о данных data science для того чтобы решить какую-то задачу перцептроны используются и сегодня все глубокие нейросети прямого распространения без обратных связей без каких-то специальных слоев типа сверточных слоев это фактически на так или иначе перцептроны многослойные перцептроны и при планировании решения какой-то задачи мы должны знать ограничение перцептронов ну что ж надеюсь было понятно если что то непонятно пишите в комментариях я знаю что мои видео смотрят студенты технических вузов студентами математических вузов я очень рад этому задавайте вопросы будем обсуждать на этом все благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал если еще не подписались лайки колокольчики и вот это все пока а